Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим о том, что волнует жителей Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как победить организованную преступность в России? Есть ли право у государства тем или иным способом принуждать граждан делать прививку от COVID-19? В рамках проекта «Историческая память» в стране готовится к выпуску серия почтовых марок «Города трудовой доблести». В этой серии представлена и Самара. Как будут выбираться объекты для изображения на марках? В нашей студии Александр Хенштейн, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Александр Алексеевич, добрый вечер. Добрый. Рад вас видеть. Спасибо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 202-11-22. Мы ждем ваши звонки. Александр Алексеевич, ситуация с COVID-19, начнем давайте с самого, наверное, актуального, к сожалению, на сегодняшний день. В стране становится сложнее. Вы лично привились? Да. Когда? Я повторно привился. Первую прививку спутником ВИ сделал две недели назад. Как раз у меня на следующей неделе вторая заключительная прививка. То есть вы как бы вот в этом процессе участвуете? Я к чему задаю этот вопрос? Вот в Омской области главный врач, главный государственный санитарный врач, такой господин Александр Кригов, ввел обязательную вакцинацию от коронавируса. Но действие распространяется на не всех жителей губерния, а на работников сфер, в которых риск заражения наиболее высокий. Это все виды торговли, жилищно-коммунальные услуги, транспорт, образование, здравоохранение, культура, государственная муниципальная служба. К чему все это говорю? Вы как человек, который занимается законотворчеством, вы как юрист, как вы полагаете, власть имеет право тем или иным способом, ну скажем так, принуждать граждан делать прививку от COVID-19, ну либо от того или иного общественно опасного заболевания? Ну я вам выскажу и свое мнение, и правовую позицию. Я за добровольность вакцинации. Ровно так объявил и президент страны в ходе последней прямой линии, он об этом говорил совершенно четко. Но при этом надо понимать, что добровольность вакцинации, в моем понимании, касается тех людей, кто уволен сам распоряжаться своей жизнью и здоровью. Ну условно говоря, ты пенсионер или индивидуальный предприниматель. Ну не хочешь ты вакцинироваться? Ну ладно, не вакцинируйся. Но если ты преподаватель в ВУЗе, если ты участковый врач, и через тебя ежедневно проходит большое число людей, то твоя беспечность в этом вопросе может быть очень чреват для остальных. Я уверен, что подавляющее большинство родителей, например, отпуская своих детей в школу, хотят, чтобы они оттуда вернулись здоровыми. Должны ли учителя прививаться в этой ситуации? На мой взгляд, да. Но все нужно делать, исходя из закона и правовых норм. На сегодняшний день, насколько я понимаю, в Самарской области такой режим не введен. И на сегодняшний день у нас в 15 регионах из 85 обязательная вакцинация или что-то вроде этого, меры, когда государством предпринимается побуждающее. Вот 15 из 85. При этом, к сожалению, ситуация в Самарской области, она очень непростая. Ну это мягко говоря, непростая. Ну я стараюсь выбирать аккуратное выражение. Она действительно очень непростая. Мне бы не хотелось, чтобы власти пошли на такие резкие шаги. Но в то же время я понимаю и наш потребнадзор, главных государственно-санитарных врачей Самарской области и Российской Федерации. Я не могу исключить, что подобного рода документы не появятся из-под их пера и не поступят в адрес губернатора Самарской области. Ну у нас тем более на сегодняшний день уже появляется, скажем так, такой проект, как создание паспортов для предприятий, например, общественного питания, которые не могут работать, не имея определенной доли привитых сотрудников. Там, если я не ошибаюсь, более 60% должно быть. Да. Ну и опять же, это правильно. Когда ты распоряжаешься только своей жизнью, это своим здоровьем, это твое дело. Когда от тебя зависит жизнь и здоровье других, ну будь любезен. Чтобы поставить здесь точку какую-то, когда говорят, на каком основании работников бюджетной сферы или какой-то, вот у нас есть право. Послушайте, в любой сфере есть набор обязательных требований, которые человек волен соблюдать или не соблюдать, но тогда он в этой сфере не работает. Вот я депутат Государственной Думы, по крайней мере до 19 сентября сего года, пока не будут выбраны в новый созыв. Значит, есть ограничения для меня как для депутата. И не только для меня, но и для остальных моих 449 коллег. Не иметь иностранных счетов, не иметь иностранного гражданства, вида на жительство, декларировать свои доходы и расходы, избегать конфликта интересов и так дальше. У других граждан таких ограничений нет. Простой очень выход. Не хочешь соблюдать ограничения? Сдал мандат или не избираешься и живешь своей жизнью так, как тебе нравится. Если ты пришел служить вооруженные силы, ты живешь поустал. Если ты пришел работать в систему образования, там есть требования, которые ты должен соблюдать. И тебя это не вызывает вопросов. Ну и последнее. Меня, конечно, умиляет, когда представители оппозиционных сил, особенно коммунисты, начинают сегодня пытаться раскачать эту тему, ну, очевидно, перед выборами, ссылаясь на то, что власти очень авторитарно подходят. Я вот у Зюганова, по-моему, прочитал, что там, как он назвал это, Аракчеевщиной. Но я застал еще в советское время и хорошо помню, как, когда я учился в школе, всем делали в обязательном порядке прививки. Да нас бы тогда всех построили и с трудными рядами отвели бы, и мы бы даже не пикнули. Конечно. Поэтому все в советское время, все дети в обязательном порядке, нравится, не нравится, хочешь, не хочешь. Вот у каждого мальчика или девочки родом из СССР на предплечье есть вот этот след, так называемый, пуговки. Кто-то нас спрашивал. И у меня есть. И у вас есть, и у меня есть. Можем сейчас в прямом эфире разогласиться и показать. Я к тому, что, слушайте, ну вот всему есть какие-то пределы и границы. Коммунисты при советской власти никого об этом не спрашивали. Сегодня же власть, как мне кажется, все-таки достаточно очень деликатно и к этому подходит. И не случайно, кстати, Госдума отказалась принимать закон, несенный правительством, которым прививки вносились в национальный прививочный календарь. То есть, де-факто, они бы становились обязательными. И, кстати, ведь важный момент. Коммунисты надо отдать им должное. Я имею в виду старые коммунисты при советской власти. Коммунисты. Они ведь победили тогда страшные болезни. Да. То есть, мы не помним, что такое холера, тиф, и там можно списывать гигантские чума и так далее. Конечно. Да нет, ну слушайте, при большевиках вообще много было пуму. И хорошо, что многое из того, что тогда было потом, к сожалению, утрачено, сегодня восстанавливается, принимается на службу. Александр Васильевич, если говорить об как раз вот исторической памяти, есть такой проект, историческая память. В рамках этого проекта в стране готовится к выпуску серии почтовых марок «Города трудовой доблести». Да. В этой серии будет представлена и Самара. А как будут выбираться объекты для изображения на этих марках? Ян, действительно, это так. Мы предложили коллегам из акционерного общества «Марк», а именно она у нас является единственным изготовителем почтовых марок, или то, что называется на официальном языке ГЗПО «Государственный знак почтового оплаты». Мы предложили выпустить такую серию, учитывая, что с прошлого года президентам введено и присваивается такое новое почетное звание «Город трудовой доблести». Серия «Четыре марки». Но на сегодняшний день мы уже провели голосование во всех четырех городах, в том числе и в Самаре, когда люди смогли выбрать то знаковое памятное место, которое бы они хотели видеть на марке. Ну, мне вот интересно услышать вашу версию, за какое место проголосовали большинство самарцев. Я бы, например... Ну, вы знаете, на самом деле... Ну, при этом понятно, что это должно быть знаково... Одно место? Одно место? Нет, ну, конечно, какое-то вот что-то одно, то, что является символом, в хорошем смысле слова, города трудового времен войны. — Хороший вопрос. Вот это я... Это на самом деле нужно сесть и подумать, вы знаете... — Ну, тогда, чтобы учитывать мы в прямом эфире, чтобы не тратить время. — Да, чтобы не тратить время? — Я вам скажу, что большинство поддержало, на мой взгляд, совершенно оправданно Ил-2. — Да? — И я думаю, что большинство наших зрителей со мной согласятся. Ил-2 — это вот... — Это символ и города, и это символ завода. — Это символ города, это символ победы. Ил-2 — это легендарный штурмовик, это один из официально признанных символов победы, наряду с танком Т-34 или с автоматом ППШ. И подвиг Хуйбышевцев в годы войны, конечно, не ограничивался выпуском только этих самолетов. Но эти самолеты — это именно очень такая, знаете, квинтэссенция, что ли. Вы представьте себе, заводы из Воронежа начали эвакуироваться на Безымянку уже летом 1941 года, а уже к осени... — А осень уже начали? — Уже пошли выпускать первый самолет. И после известной телеграммы Сталина директорам завода Третьякову и Шенкману о том, вы подводите Красную Армию. Вы подводите Советское правительство в то время, как Красная Армия... — Самолеты нужны как воздух, как хлеб. — Как воздух, как хлеб. Вы изволите выпускать только по 1-2 самолета в день. И к январю 1942 года на фоне строительства, по сути, сборки цехов уже стали выпускать в день до 20 и более самолетов. Вы представьте себе, на улице в мороз — это действительно подвиг без преувеличения. Серия марок выйдет к сентябрю этого года. В нее повошли 4 марки. Ну, поскольку я был инициатором этого процесса, было бы странно, если бы там не был Самар. — Если говорить о самолетах и об исторической памяти, в Самаре будет установлен еще один самолет после реставрации — МИГ-17. Вот как он к нам попал и где он будет устанавливаться? Тоже самолет легендарный, однозначно. — Безусловно. Это первый реактивный самолет, который стал выпускаться. Выпускались самолеты МИГ-17 на нашем авиазаводе, впоследствии ставшем РКЦ «Прогрессом». Выпускались они сразу после войны. По-моему, с 1947 года их начали выпускать. История этого самолета, конкретно этого, такова. В начале текущего года ко мне обратились ветераны и неравнодушные наши жители с просьбой помочь и поддержать их о том, чтобы перенести существующий сегодня памятник самолету на территорию воинской части, закрытой от постороннего глаза и взора, и доступа куда-то на общественное пространство. Проблема заключалась в том, что этот самолет был установлен на территории воинской части в Октябрьском районе. Там был когда-то летный центр, но до юра этого самолета не существует. Он не стоит на балансе вооруженных сил. И эта часть, которая сегодня отнесена к нашей армии ВВС и ПВО, с высокой вероятностью она тут будет передислоцирована. И поэтому стал вопрос, а что, собственно, вообще дальше с этим самолетом, который, повторяю, закрыт, потому что он находится на закрытой территории. И, конечно же, самолет, который стоит там 1975 года, за эти годы, уже, считайте, за 45 лет, он ни разу, естественно, не реставрировался. Максимум его там красили серебряной краской. Я приехал, посмотрел, действительно, самолет разрушается, при этом очень красивый, знаковый. И что важно, это самолет именно Куйбышевской сборки. Нам удалось убедить руководство Министерства обороны, командование округом, и самолет нам передали. Сейчас он завершается, его реставрация. Средства на реставрацию самолета я привлек извне бюджетных источников. И вообще стараюсь реализовывать наши проекты в Самарском области, максимально не используя бюджетные деньги, привлекая различные фонды, спонсоров, благотворителей. Сегодня мы как раз с главой города, с общественниками ездили и смотрели еще раз места, предлагаемые для установки этого самолета. Но вот с учетом всего пришли мы к пониманию, что в качестве такой площадки берем территорию очень динамично развивающегося микрорайона Волгарь. Там есть круговое движение, улица Самарская, Слобода. Очень хорошо оно там станет, рядом две школы, 40 тысяч человек. Ну и слава богу, что есть неравнодушные люди, которые готовы также на себя взять расходы, связанные именно с благоустройством этой территории. Мы постараемся обойтись без бюджета. Реставрация, повторюсь, уже сегодня завершается. Александр Алексеевич, общаясь с вами, невозможно не касаться острых сложных вопросов. Сегодня вы были на территории около ботанического сада, где планировалось, во всяком случае, строительство детского епархиального образовательного центра. Ситуация непростая. Вот что там будет? Ваше мнение? Вы сегодня общались с лидерами. Да, я сегодня встречался с жителями, вместе с представителями епархии, органами власти. Потому что жители и ко мне обратились в том числе. Ну, а я всегда в таких ситуациях стараюсь сам поезжать на место и разговаривать. Потому что задача депутата в первую очередь в том, чтобы выступать коммуникатором между своими избирателями и органами власти всех уровней. Ситуация, конечно же, непростая. Да, к субогому сожалению, строительство началось без разрешения. И сегодня в суде по иску ГИС на государственной инспекции строительного надзора рассматривается это дело. В то же время ряд тезисов, которые озвучивают недовольные жители, они не соответствуют действительности. Ну, в частности, это земля федеральная. Это земля, которая была передана в безвозмездное пользование епархии по решению Министерства образования и науки и нашего Самарского государственного университета. Территория, на которой предполагалось строительство этого епархиального центра детского образовательного, не позволяет там поставить... Потому что люди всегда говорят, нам построите школу. Вы знаете, разные были предложения. Я слышал, кто-то говорил, а поставьте нам здесь стоянку. И это сегодня тоже прозвучало на встрече. Ну, стоянка... Что меня несколько покоробило. Ну, безусловно, меня тоже покоробило. И сравнение детских образовательных епархиальных центров с гаражами или с незаконными лариками меня тоже коробило. Потому что я понимаю, что здесь речь идет все-таки о очень важной социальной миссии. И то, что нужно заниматься с детьми, с трудными подростками, вытаскивать их с улиц, это очевидный факт, с которым никто не спорит. Здесь вопрос не только и не столько вере в Бога. Здесь вопрос в том, что это действительно очень нужные и полезные для общества социальные функции. И сегодня у нас большое число и в городе, и на территории области такого рода центров, школ. Появился у нас кадетский казачий корпус, где в основном дети из трудных семей, которые... Ну, я был в числе инизаторов его создания, я там бываю достаточно часто, я вижу, что там происходит. Но при этом есть закон, который, конечно же, нужно соблюдать. Сегодня представителями епархии на встрече было озвучено, что они в суд будут представлять документы о консервации строительства. Я думаю, что для людей это на этом этапе важно. И дальше только строго в правом поле. Какое решение примет дальше суд, так и будут дальше они двигаться. У людей, ну, по крайней мере, у подавляющего большинства тех, кто сегодня пришел, основные претензии не к тому, что там строится, а к тому, что с ними не обсудили, не посоветовались. С точки зрения закона, такая форма не предусмотрена, потому что здесь нет публичных слушаний. Строительство идет, что тоже важно понять, за небюджетные средства, то есть не государство за это платит. И в таких ситуациях публичное слушание с жителями не проводится. Но я согласен с людьми, надо разговаривать. И в Самаре мы, правда, стараемся это делать. И всякий раз, когда возникают какие-то социальные напряжения, возникают какие-то сложности, когда поступает коллективное обращение людей, мы с главой города, с главами районов, с руководителями региона обязательно на место выезжаем и стараемся найти решение компромиссное, которое всех устроит. Мы договорились о том, что корректировка проекта, который сейчас идет, после завершения презентацию сделать для жителей, чтобы они поняли, что там строится. Реально? Да, конечно. Да, там есть какая-то категория людей, которые в принципе против церкви. Мне один мужчина сказал, вот я покупал квартиру здесь, у меня был вид на тайничный сад, а у меня теперь будет вид на кресты. Я ему сказал, что если это главная проблема в его жизни, я ему могу только позавидовать. Что если у вас из окна будет теперь виден не только сад, но и купон. Согласен. Александр Васильевич, если говорить еще об одном интересном и важном проекте, Самара получила филиал Третьяковской галереи. Открытие запланировано на середину 2022 года. Как идет работа по реставрации и что будет со сроками? Не изменится? Нет, сроки не изменятся. Более того, техническое открытие мы проведем уже в сентябре этого года. Мы покажем жителям, покажем людям, что произошло, какие изменения внутри. Дальше он закроется, потому что музейщикам необходимо порядка полугода для того, чтобы подготовить именно полноценный музейно-просветительский комплекс. Работы идут 24 часа. Семь дней в неделю? Так точно. На объекте работает одновременно сейчас порядка 300 человек. Работа, конечно, огромная, 8,5 тысяч метров. Но к сентябрю мы успеем. Я, по-моему, на прошлой неделе выезжал и инспектировал, как инициатор всего этого процесса, как человек, добивавшийся сначала спасения фабрики кухни, затем наполнения ее новым смыслом, потому что мало отстоять объект от сноса. Надо понять, как дальше его использовать. Я очень хорошо помню, как мне пришла в голову идея с Третьяковкой. Я объезжал в Самару со стороны Большей Черниговки и думал о том, как это было после моего возвращения в регион в 2018 году. К сожалению, в 2016 году, когда я уходил, я оставил и средства, заложенные в федеральном бюджете, и филиал тогда еще существовавшего Государственного центра современного искусства, а мы хотели делать тогда именно так. Ну а вернувшись через два года, с сожалением и ужасом увидел, что на объекте происходит бог знает что, и МЧС вынужден вводить режим чрезвычайной ситуации, поскольку недобросовестные подрядчики сняли крышу, и здание вошло в зиму без теплового контура. И я понял, что нужно что-то делать. Тем более ГЦ уже не было, и вот я хорошо помню этот момент, когда вдруг меня осенило. А почему не сделать там филиал Третьяков? Я позвонил генеральному директору Третьяковской галереи, Зельфирис Магдану Трегулова, и она была в отпуске, упала практически в обморок, когда я сказал, Зельфирс Магдану, давайте в Самаре сделаем. Да ты что, как? У меня 12 объектов, я не могу, я не потяну. Ну, в общем, быстро только сказка сказывается, и скоро дело делается. Но сегодня я очень рад тому, что и Зельфира Трегулова, и руководство Минкульта России, и тогдашний министр, ныне помощник президента Владимир Мединский, без которого этот проект тоже был невозможен, впервые я привез его на этот объект 15 сентября 2013 года, когда он его осмотрел и сказал, да, давай мы его заберем, и давай мы его будем делать и спасать, потому что он был, конечно, очень впечатлен и поражен этим. Так вот, сегодня я просто счастлив тому, что для них вот этот филиал Самарский действительно является, ну вот, знаете, они в него влюблены. Они просто в него все влюблены, и мы на самом деле не просто спасли этот уникальный памятник советского конструктивизма, единственной в стране, построенной в форме серпай-молота. В противном случае его бы давно уже не было. Предыдущие власти региональные вывели его из перечня объектов культурного наследия, вместе со всем имущественным комплексом завода имени Масленникова, он был приватизирован, акционирован, попал в руки сок, потом они его перепродавали, и новые собственники на тот момент подготовили уже заключение о износе его на 80%, и собирались его сносить и строить там или жилье, или торговый центр, бага, локация там замечательная, Новосадово, Масленниково, рядом метро, ну вот. И первое, с чего я сделал тогда, когда ко мне пришли за помощью городозащитники, и общественники через прокуратуру Москвы наложил, инициировал иск в суд, и наложил ограничения на все действия с этим объектом. А дальше нашел собственника, встретился с ними, и объяснил, что теперь они ничего не смогут сделать. Они говорили, ну как же, мы же, если бы были непорядочные, мы бы давно бы уже его снесли, что же мы теперь за это расплачиваемся? Я говорю, нет. Дальше мы нашли сложную конструкцию, они отдали эту областную собственность, область менялась с ними метрами квадратными в строящемся доме, который в конечном счете превратился в шестую судебную касацию. Но это отдельная история. В общем, в сухом остатке мы получаем уникальный, без преувеличения уникальный объект. Это первый в России филиал Третьяковки, музея с мировым именем. Здесь будут проходить постоянно выставки, но не только музей, как музей будет там. Там очень большой пласт именно образовательно-просветительский. Там будут кружки, лектори, кинозал. Мы открываем там, и по проекту это предусмотрено, резиденция для молодых художников. Возможность напрямую услышать лекции и различные показы и сеансы из Большой Третьяковки. Я уверен, что там будет всегда очень много людей. И все, кто будет приезжать в Самару, ну, если не каждый первый, то каждый второй, конечно, захочет его посетить. Причем очень здорово, что территория вокруг фабрики кухни преображается. Сделан очень интересный проект Садбаланса. И сегодня за счет средств регионального бюджета и городских денег идет полным ходом работы. И то, что будет там, ну, я уверен, что и горожан, и жителей Самары будет просто... Прошу прощения, времени остается совсем немного. А вопросов я к вам... Могу рассказывать долго про свое детище. Я понимаю, вопросов приготовил очень много. Давайте вот тогда более лаконично. Вы известны как последовательный жесткий борец с организованной преступностью, причем со старой преступностью. Да и со старой, и с новой. Ваше противостояние с ОПС, организованной преступной сообществом Законовский, вот как вы считаете, оно побеждено? Дни в полном объеме, но сегодня той угрозы для региона, которую представляли ОПС Законовский еще 4-5-10 лет назад, нет. Мне подсказывают, что я звонок в студию. Давайте пообщим тебя со зрителем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьтесь. Я живу в историческом центре Самары, в Ленинском районе. Всегда наблюдаем с семьей, как застраивается наш центр. И очень хотелось бы понять, а будут ли дальше стоят и высотки в историческом центре города или нет? Спасибо. Спасибо. Как сберечь исторический центр, другим словом? Очень хороший и правильный вопрос. В 19-м году в декабре было принято постановление правительства Самарской области о придании центру города статусу исторического поселения. Территория Ленинского района практически вся вошла в эту черту. Сейчас заканчивается последнее согласование. Я очень надеюсь, что в текущем году региональные власти весь необходимый комплект документов окончательно утвердят. Это означает, что, во-первых, любое строительство новое невозможно без соответствующих согласований. Второе, это означает установление четких регламентов и ограничений по плотности застройки и по ее высотности. Выше, чем 21-24 метра строить в историческом центре нельзя. Ну и сегодня, вот, и звонившая нам наверняка не даст мне соврать и другие жители. В последний период, ну, как минимум, начиная с 20-го года, когда было принято постановление по историческому поселению, новых высотных строек в центре не началось. Каждая попытка застройщиков выйти за отклонениями от предельных параметров наталкивается и на сопротивление активных горожан, и на действия власти. Я признателен и депутатам городской думы, и главе города, потому что по каждой такой ситуации мы с ней разбираемся. И, ну, в общем, застройщики на меня обижаются. Александр Алексеевич, подсказывает еще один звонок, только прям кратко. Давайте возьмем звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, представьтесь. У меня вопрос. Пожалуйста. О недавнем, в вашем как бы столкновении интересов с полномочным вторым человеком, когда встал вопрос о расселении вот дома, где находились лица, имеющие постоянное место жительства, в Запонском? Поскольку, известно, вы там принимали меры закрытия этого заведения, потом люди остались на улице. Что изменилось и какая справа ситуация здесь людей? Спасибо. Александр Алексеевич, прям кратко. Минута осталась. Голос мне знаком. Я действовал и действую, в первую очередь, в интересах большинства жителей. Позиция по Запонскому или по поселку Шмидта, по работе Центра социальной адаптации, по большому счету круглосуточной ночлежки, напротив школы на сегодняшний день работа этого Центра у жителей никаких негативных эмоций не вызывает. Я сегодня как раз встречался с жителями Международного района. Они очень довольны, поскольку я узнал голос звонившего. Я желаю и вам, и вашему депутату, чьим представителем активным вы являетесь, всегда действовать, исходя из интересов жителей, а не из своих политических убеждений и политиканских интересов. Александр Алексеевич, к сожалению, время программы подошло к концу. Спасибо вам за интересную и содержательную беседу. Надеюсь, мы с вами увидимся вновь, потому что вопросов к вам не осталось очень много, и мне бы хотелось с вами их обсудить. Благодарю вас, спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Александр Хенштейн, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Удачи в делах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова